утро пора вставать 29 градусов 9 часов как-то так и буду одеваться на работу я уже позавтракала сейчас хочу посмотреть где мои шортики вообще какие-нибудь шорты надеть и футболку вот потому что я хочу у меня первая клиентка по 12 и до этого времени я хочу все хорошенечко убрать умыть помыть я специально на понедельник особо никого не за не записывала вот только ради этой цели вообще я обычно по понедельникам закрыта к тому же у нас сегодня выходной поэтому я открылась ну так вот знаете открылась просто открылась потому что мне все которые говорили спрашивали люди ты когда откроешься говорю в понедельник они только живу это же выходной игру ну ничего страшного но понедельник все равно никого уже все занято поэтому поэтому я покрашу одну девушку подружку но на больше даже подружка моя чем кто-то какая-то там клиентка подстригу ее еще там какая-то женщина есть не помню уже и вот так как жарко 30 градусов уже хочу шорты надеть чтобы было и удобно и все такое на холодильник знаешь что это же вот такие вот у нас планы на сегодня пошла искать сменила чуть и ванну чтобы он принимал ванной процедуры он уже не так нервничает когда я к нему рукой лазу туда в клетку уже сидит вот тут вот и ждет когда я там что сделаю до чуть купайся купайся но он наверное любит купаться когда он в гордом одиночестве не очень интересно какие сегодня мир откроются магазины очень интересно что там откроется но естественно никаким в один не пойду ну я не виду там в одежду и все такое потому что надо еще подождать мне кажется еще слишком рано скоро у меня будут каны и через как-то как-то не очень хотя их поливаю и все но и вот новые растут но как-то не очень поехала я на работу я такой маска маска прилепилась ко мне все открыто в общем я так усердно мыла что сломалась швабра нафиг ну я уже второй раз мою все как говорится так что завтра я сначала с аммиаком а потом просто хотела пройти все это с хлоркой но не судьба убрала все газеты поставила синтезатор или как его там синтезатор по моим в общем маски надо еще купить такие одноразовые много чтобы и буду их пока стоял здесь работала как говорится на запись уже всю неделю записала на всю неделю так что все у меня уже на следующий неделю чем я комар потом я даст я не поняла сначала что это был комар а потом я достала средства у меня есть тут от комаров и вот такой такой чистота все чистенько так хорошо все свежий воздух дует пахнет вкусно а это кстати я я видите в шортиках я вроде бы пару дней загорала вроде и ноги не такие у меня белый стираю тут покрывала вот это стирает мне еще тут осталось помыть все убрать и можно приступать к работе друзья первый рабочий день отработала после обеда я не открываюсь вот работы только до обеда потому что нет смысла наши вот где работаю где моя парикмахерская здесь люди после обеда не ходят по парикмахерском парикмахерский они занимаются либо на пляж идут но сейчас вот знаете сейчас вообще не вообще не идут никуда но вообще либо на пляж а если зима то все сидят дома с обогревать обогревателями таки вот все окна грязнющие были от того что дезинфицируют все мои окна были такие же поэтому их сегодня все отмыл а но не завтра могу вернуться и все будет точно так же сейчас поеду заеду валькамку за швабры потому что полы нужно мыть часто а швабры нет хорошо так отработала все мои любимые клиенты возвращаются скучали по мне в общем нормально с масками все дела я говорю руки мыть больше чем я руку ему наверно никто не моет там разные головы мыть разное все такое так что вот так вот я довольна все как в полые времена и погода замечательная я уже дома на обед у меня сегодня будут щи они так вкусно пахнут а муж тут магазин сходил то мы им передали но это блин рабы на выброс все они уже лежали сто лет он тут зашел видимо овощной купил салат 2 огурца и это лучше барбус купил ай арбузика так уже хочется дня три алькамп это закрыт я главное вам рассказала что праздник что все закрыто а сама такая поехала в алькампу ну дура доезжаю а там уже все там закрыто сметанки достать а у меня еще хлеб закончился мой хлеб черный который я ем следовала я могу и без хлеба есть не без разницы так что вот так нос чашечка к чему бы это к люлям наверное хочу вот такую лепешечку еще слопать с глакамоли 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 вот и будем отдыхать я красивая я счастливая в общем чайного завариваю себе что-то попить хочется скоро сумму надо заниматься суммы идти на крышу а там такая жара град 50 наверное как я это буду делать не знаю вот мы все мне не угодишь туда то снег то дождь то снег то жара ничего нормально на голове трындец какой-то я сейчас белье вешала и там просто 6 крышку сметаны сказал а маме сейчас мандыкнулась из холодильника уже присматриваю в холодильнике место для круп и муки потому что здесь то ли от влажности и от жары то ли еще от чего появляются разные мошки моль потом она откладывает яйца в крупе и в общем червяки появляются от жары я вчера заметила пару молей и вот думаю я крупы все в холодильнике храню но у меня их столько в этот раз что прям совсем жесть макарон много мы макарон особенно не едим но столько набралось почему-то вдруг помните нам привозил тоже еще есть все в общем да надо местечко присматривать в холодильнике храню я уже даже в прошлом году думала чтобы муж нашел какой-нибудь холодильник хотя бы ушный маленький чтобы поставить его туда и там складывать все эти крупы а иначе у меня один раз знаете как было еще на старой квартире доставала что-то то ли гречку только то ли манку там прям такое копошение я у меня знаете прям паника какая-то не паника а вот знаете какой-то небоязнь а вот именно такое чувство когда вот какой-то лягушек я не то что их не боюсь на знаю что они ничего не делать но они вот для меня настолько вот как скверные да что я даже представить не могу что я до них дотронулась мне results и вот от всяких вот червяков у меня такая же вот вообще змей червяки вот это все от меня не знаю, прям переворачивает все. Поэтому надо прятать все крупы уже. Хотя на следующую неделю посмотрела, будет уже 23 градуса. Ну, то есть на 5 градусов ниже передает. Но все равно надо уже... А у меня там еще, знаете, что наверху в холодильнике? Это мармелад. Помните, варила еще из Айвы. Дофига и больше. Варила, варила. Так и стоит, несъеденный. Да, трэш. Надо что-то думать. Я мало, наверное, раз повторила эту мысль. Но надо что-то думать. А пока пойду чай попью. У меня еще до сумбы час. Может быть, чуть-чуть жара спадет. Вот я прям стою уже и мне жарко. Ну, это я еще чай попила. Вообще, я нормально жару переношу. Я даже ее больше люблю, чем холод. Надену купальник и пойду зажигать. Включу душ себе там и приму заодно душ. А потом напляшусь. Пойдем с Чарли на разрешенную прогулку. Сегодня тоже попозже выйду на полчасика. не 8, а 8.30. Слышите, как поет? Соловей мой, соловей. Опять насрал туда. Я тебе купаться. Ты чего не купаешься? Купайся. Не хочет он сегодня. Повесили это. Салатика немного, чтобы освежился. В общем, живет, как в санатории. Голосистый соловей. У нас зимой солнце на нашей стороне. Ну, сюда вообще никаким образом не это не попадает. А вот летом уже сейчас будет солнце прям вовсю здесь полыхать. Ну, там спальня у меня. Поэтому там температура поднимается. Я, кстати, часы сегодня надела первый раз за полтора месяца, потому что дома я их не носила. А зачем им не нужны, они говорят? Ой, роза распустилась. Смотрите, какая. Все, распустилась роза. Нифига не пахнет ничем. Конечно, куст так себе, но вот она одна, единственная. Укропчик мой. Ой, и эти, смотрите, как растет прям вообще. И это не растет, а то растет. Фильтр помыла на пылесосе. В общем, вот так вот. Что-то у меня начинала голова болеть. Выпила. кофе часик-то два назад и нормально все получилось. Швабру придется из дома везти. А завтра тогда уже куплю. Ничего страшного, из дома повезу. Голоси помните, помните, как он у меня был? Не очень цветок, а сейчас нормально сырая земля. Видите, отошел. Видимо, он зимой такой, не яхти, а вот на лето прям растет. Классно. Ладно, пошла я чай пить. Я готова. Надела купальник. Ну, там шорты. Купальник, шорты, все как надо. Буду загорать и заниматься спортом. Два в одном. А почему бы и нет, правильно? Вот так у меня. Все, я поехала заниматься и принимать витамин D. Позаниматься не удалось. Очень разболелся живот, просто сил нет. И пришлось выжжать таблетку. Теперь лежу, жду действия таблетки. Надеюсь, что до восьми пройдет. Вот. И мы хотя бы сможем погулять с Чарли. Я пыталась два раза, пыталась начать тренировку, но это было вообще давно у меня так же. Вот не болел. Ну, ничего, все пройдет и это пройдет. Вот лежу. Отдыхаю. Как говорится, даже белье сняла. Кое-как спустилась вниз. И я постоянно забываю, что я накрашена. Я так и лезу в глаза пальцами. Я так отвыкла, что я накрашена. Я сегодня утром что-то встала, такая думаю, а что, я же на работу. Ну, маска надета, ну что, а глазки-то мои будут красивыми. И решила немного стрелки подвести и моя рыба идет. И тушью намазать глаза. Ой, прям так сильно болит вообще жизнь. В левом боку почему-то. Почему-то всего в левом боку. Ну, ничего, сейчас все это пройдет. таблеточку тяпнули. Все, обезболивающе. У нас еще целых 40 минут есть для до гуляния. Ну, там мне до 11 можно гулять. Я все равно, у меня остается полтора часа даже лишние, как говорится. Просто потом в темноте неохота идти домой. Вот, хотя народу везде уйма. Поэтому я не думаю, что было бы опасно. но все равно как-то, знаете, комары кусают. Комаров страсть сейчас стала. Я даже этот специально включаю этот комара-убийцу. Вроде бы отходит. Это жесть какая-то. За что нам женщинам все это, а? Почему нам? Да? А ты что? А ты только пожрать, поспать и покакать. И все. И маму повеселить. Сидит тут со мной. Сейчас видосик какой-нибудь посмотрю. На улице там уже разошлись. Люди гуляли. С 7 до 8 у нас время для поживых людей. Вот. Там бабушка гуляет в перчатках. Ну, без маски. Ну, тут не особо, знаете, как-то у нас столпотворение. Слышите мы его чуть-чуть, как он разрывается. А мы сейчас послушаем хлопанье и пойду с Чарли тоже гулять. Вот. Сейчас сегодня хочу другим маршрутом пойти. Два дня всего хожу гулять, а уже надоело одно и то же. Что это там так рыгает? Ты кто? все. Все, прошел живот. Все нормально. Нету такого бомба. В общем, вот. Это все надо гладить просто. Просто, просто гладить надо все. Купальники здесь уже сменила себе. У меня здесь всегда колготки лежат, а на лето купальники. вот так вот так вот и живем но еще кое-что не не достал не убрала еще теплую ну как такого тепло вот такую вот одежду длинными рукавами потому что хрен его знает мая он такой что сегодня тепло завтра холодно поживем увидим сейчас будет хлопать хотя у нас уже знаете очень снизилась заболеваем за заболеваемость заражаемость и очень мало уже смертей прям вообще мало заражаемых я не знаю там 300 человек по моему сегодня за сегодняшний день 300 с лишним и умерших 100 100 с лишним не буду врать блин забыла выключить этот от комаров вот но по всей испании 300 человек зараженных после коллапса такого после в воскресенье там есть еще комары у нас знаете сколько таких вот я считаю что это огромное достижение радость кстати мне советуют не открывать окно потому что на улице 36 градусов а дома 27 и советую закрой окно запарилась вот до гулять пойдем сейчас гулять пойдем а как это иначе хоть не удалось у меня это тренировка ну ладно ну ну что поделаешь теперь ничего не поделаешь угол все весь всю капусту сожрал это жорик оккупаться не хочет понравился ему капуста а на балкончике хорошо пошла хватит кружить ну и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ну ладно не будем а грязи вот так красиво тоже до чарли ты рад ты где там ползаешь лазишь ух ты смотрите какая тропа работают потом пойду когда выйду из этого здесь не обрабатывают от клещей поэтому чарли всегда выходит с одним-двумя на шерсти а вот где в парке где сейчас были там до обрабатывают от клещей от всего на свете они вернулись мои пустынные поля а то прям понимаешь ли первый день серии нулись ходить тут бегать все-таки спортсмены офигеть даже все всем надоело ходить гулять спортом заниматься лучше лежать на диване и жрать правильно делаете а мы будем с чарли ходить свое удовольствие и никому не мешать мамочки что ты мне пипикаешь у черный нам попипикали видал так что вот так вот это наши поля вот-вот а то расходились тут твою дивизию огурцов совершенно хорошие огурцы не стандарт выброшено смотрите целый этот прицеп так вот помидоры также кстати выбрасывать нет бы продать там до хотя бы за 50 копеек там я не знаю нет лучше выбросить уже я уже дома сейчас попью пить хочется и пойду в душик принимать надо погоду пошло что-то передают мне нравится такая погода за ваше здоровье вот погода замечательная для прогулок для всего встретимся с вами завтра опять на работе не поеду завтра в алькампу потому что у нас выходные были праздники все ломанутся завтра за продуктами с покупками во вторник поеду за швабры швабру надо из дома за возьму и все у меня дома знаете сколько этих швабры разных поэтому переживу как-нибудь а на работу надо обязательно швабру на мыло я вот так что встретимся с вами завтра всего самой лучшей всем пока пока